Девушки отдыхают В эту историю этот завод собрал более миллиона вагонов. Без них наша страна не смогла бы победить в Великой Отечественной. А после нее восстановить экономику и не сумела бы стать супердержавой. Уралвагонзавод. Самый большой вагоностроительный завод в мире. Почему же тогда перед главной проходной на постаменте стоит не вагон, а танк? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оборонка всегда была локомотивом всей промышленности. И не только, кстати говоря, в России, это во всем мире так. История Уралвагонзавода – это ярчайший пример того, как один завод вытянул за собой всю танковую промышленность страны. Это сделали люди. Не стены и станки, а люди с уральским характером. Конструкторы, инженеры – рабочие. Именно их героический труд и великий талант позволили России остаться танковой супердержавой. СИГНАЛЫ Кроме России, в мире существует всего несколько государств, которые способны самостоятельно разработать конструкцию и освоить технологии серийного производства основного боевого танка. Создать буквально от руды до готового изделия. Настолько это сложная в производстве боевая машина. Проектирование и разработка современных танков – это очень сложный процесс, это очень сложная задача. Причем здесь есть элемент конкуренции. Мы должны постоянно быть хоть на немного, хоть на полшага, хоть на полголовы, но впереди или выше наших оппонентов. Мы опережаем их своей ценой, качеством, надежностью. Мы занимаем больше 50% мирового рынка. Как бы это ни звучало, но это является вообще-то гордостью не только Нижнего Тагила, Уралвагонзавода. Это гордость страны. Каждый второй танк, который сегодня продается в мире, это боевая машина, созданная на Уралвагонзаводе. Практически ни один крупный военный конфликт наших дней не обходится без уральских танков. Но война есть война. И грозный танк становится практически беззащитным, когда его атакуют сразу с нескольких сторон. Особенно это характерно для боев в городских условиях. В той же Чечне основные потери танкисты несли от боевиков, вооруженных гранатометами и противотанковыми ракетами. На Уралвагонзаводе создали машину, которая помогала бы танку во время боя и спасала бы танкистам жизнь. Назвали ее «Терминатор». Эта боевая машина поддержки танков может в любое время суток одновременно поражать пехоту, бронетранспортеры, вертолеты и даже низколетящие самолеты. Она оснащена двумя автоматическими пушками, пулеметом, противотанковыми управляемыми ракетами и автоматическими гранатометами. Это позволяет создать буквально море огня. Машина, по сути дела, является многофункциональной и на сегодняшний день она не имеет аналогов. Она позволяет решать широкий круг задач, начиная от поддержки непосредственно танков на поле боя и до оказания огневой поддержки тем же пехотным подразделениям при проведении, например, контртеррористических операций. Она просто, на мой взгляд, незаменима. Вот именно эта машина. Она может обеспечить проход, например, подразделения специального назначения. Мы считаем, что она на сегодняшний день, эта машина способна заменить до двух мотострелковых отделений. Эта машина по своему уровню защищенности и подвидности равна танку. То есть практически экипаж защищен. Посмотрим на наши внешние рынки. Это главный фактор, что сегодня изобретается за рубежом. Мы, конечно, это мониторим. Мы понимаем, что хоть чуть-чуть отстанем, уже не догоним. Поэтому нам приходится все время идти в авангарде всех этих разработок. Об этой боевой машине стало известно совсем недавно. Только в 2011 году. Танк Т-90МС. Его назвали «Прорыв». Это, конечно, уже машина такого переходного из, будем так говорить, из четвертого в пятое поколение танка. Эта машина позволит абсолютно держать паритет боевого потенциала любого государства. Как минимум на 10-15 лет. Большой запас прочности, или, как говорят специалисты, модернизационный ресурс тагильских танков позволяет применять модульный принцип конструирования. Например, таким модулем может быть боевое отделение. Модуль сам по себе, вот эта вот боевая башня, так называемая корзина, в которой находится экипаж и аппаратура тоже, оно может быть как лего. Снято с одной машины, поставлено на другую. Этот модуль можно установить на любой тагильский танк. Например, на легендарный Т-72. И тогда проверенная временем 72-ка превращается в принципиально новую боевую машину. Я нигде не встречал, допустим, примеры, что, скажем, с того же Леопарда или Абрамса можно снять запросто башню и поставить на какую-то другую, потому что башни тяжелые, и несущая способность машины может быть и казаться недостаточной. В сентябре 2013 года в Нижнем Тагиле прошел закрытый показ военной техники. На нем руководству страны была представлена последняя разработка. Тяжелый боевой трансформер «Армата». Это секретная боевая машина. И пока мы не можем вам ее показать. «Армат» – это совершенно новая, секретная разработка российских конструкторов. По своей должности я, конечно, знаю, о чем идет речь. Я сам был в кабине этого танка, который проходит государственные испытания. Поэтому, поверьте мне, «Армата» – это настоящий прорыв в танкостроении. На сегодняшний день такого танка нет ни у кого. Ни у американцев, ни у европейцев. Эта боевая машина 21 века будет впервые показана в 2015 году. Во время парада на нашей Красной площади. «Армата» – это один из символов возрождения всей нашей оборонной промышленности. Но этого принципиально нового танка, да и всей нашей танковой промышленности, сегодня могло бы просто и не быть. Вспоминая сегодня те годы, когда уходила в небытие Великая Держава, не покидает ощущение, что это было как в кино. Что это не мы, а какие-то другие люди с нездоровым энтузиазмом разрушаем страну, которой раньше гордились. Так что же с нами тогда случилось? Ситуация усугубила то, что в лихие 90-е государство попросту забыло про оборонку. Не в последнюю очередь это было связано с тем, что господствовала идеология. Теперь у нас нет врагов. Зачем вооружаться? Если понадобятся, купим за рубежом. Гайдар сказал, что давайте сделаем так. Я приглашу корреспондентов американских, и мы в их присутствии порежем танковые конвейера, чтобы показать, что мы такие мирные люди. Реформаторы, не стесняясь, говорили, оборонка мешает всему. Это глупость, которая, в общем, она и привела к тому, что многие заводы погибли. Надо сказать честно, что в 90-е годы были попытки, московские попытки правительственные, просто умертвить этот завод. Министерство обороны денег не дает и заказов не делает. Никаких новых работ нам не задано, чтобы мы могли чем-то заниматься. И это была пустыня. Мертвые цеха, темные и холодные. Никого нет. Все стояло. Когда стал останавливаться Уралвагонзавод, он потянул за собой десятки предприятий, с которыми сотрудничал. Президент России Владимир Владимирович Путин однажды совершенно справедливо назвал крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века. Но для оборонной промышленности эта катастрофа грозила абсолютной гибелью. Ведь каждое из оборонных предприятий тысячами нитей было связано с заводами, которые находились во всех республиках Советского Союза. И эти нити начали рваться. Завод номер 9 в Екатеринбурге. Один из главных поставщиков Уралвагонзавода. Все послевоенные нижнетагильские танки оснащались орудиями именно этого завода. Без пушек не бывает танков. В начале 90-х годов артиллерийский завод фактически обанкротили. Задержка зарплаты у нас была до одного года. Работали, а зарплаты не было. Выживали кто как мог. Доходило до того, что в это время санкции против завода применяли, электричество отключали. А в цехе, так как отопления не было, в зимнее время было очень холодно. И поэтому находили способы. Вот если ему холодно, значит, вальники надевал, рукавицы. И наши изоплитатели, рабочие, придумали вокруг станков утеплители. Пленку натягивали. И в этой вот теплице, можно сказать, работали. Парадокс в том, что в это самое время завод выполнял важный государственный заказ. И даже в таких экстремальных условиях уральские рабочие не допустили срывозадания. Хотя зимой температура в цехах порой опускалась до минус 25 градусов. Ну, а почему рабочие работали? Есть такая особенность у рабочих, и вот особенно у уральских рабочих, выполнить любой ценой. Даже несмотря на тяжелейшую ситуацию, не только на Уралвагонзаводе, но и вообще в стране люди все-таки шли на работу. Они привыкли что-то делать. Без этого они просто тебя не представляли. Привычка выживать коллективно она уже во многих-многих поколениях. Завод – это та объединяющая всех система, стержень, на которой данизывается личная судьба. Как часто бывало в истории нашей страны во времена тяжелейших испытаний вдруг неожиданно появлялись люди, которые брали на себя всю инициативу, вели за собой других. Они всегда были где-то рядом, но когда наступала беда, выходили вперед. Их называли по-разному. Лидерами, героями, вожаками. Дело не в названии, а в том, что народ им всегда доверял. Во времена Петра I, когда шла Северная война со шведами, такими людьми были предприниматели Демидовы. В годы страшные великотечные для работников Уралвагонзавода таким лидером считался главный конструктор Александр Морозов, один из создателей легендарного Т-34. Ну а в тяжелые 90-е годы таким человеком для заводчан стал Владимир Поткин. Владимир Поткин был назначен главным конструктором КБ в самый драматичный период жизни Уралвагонзавода. Тогда многим казалось, что дни предприятия сочтены. На фоне всего-всего развала, разрухи, воровства во главе КБ становится жесткий, целенаправленный и, я бы сказал, эталонно честный человек. Эталонно честный. Это конструктор от Бога. Как человек, это был очень жесткий человек. Ни с кем не заиграл. Взгляд тяжелый, нелюбезный, но ум чувствовался. Лексикон далекий от любителей изящной словесности. Слова грубые, резкие, но он был хозяином этих слов. Понимаете, это такая редкость. Сколько поступало предложений на какие-то награды, когда его вписывали, он всегда себя вычеркивал. Наоборот, впишет кого-то еще возьмет вместо себя, но себя он нигде никогда не проталкивал. Владимир Поткин по профессии танкист. закончил военную академию бронетанковых войск. На Уралвагонзавод пришел в 1971 году. За два десятка лет завод стал для него родным домом. И вот теперь завод умирал. Под митинговые страсти на собраниях и конференциях. На конференциях шум, крики, зарплату надо увеличивать, военные не платят деньги, давайте делать гражданскую продукцию, давайте делать ножи, кастрюли, еще что угодно. И вот на одной из конференций, когда уже поднялся крик и вопли, Поткин встал, глянул на всех своим тяжелым взглядом, сказал, ищите себе другого главного конструктора. И ушел. Я сам вел эту конференцию, и вот я помню ощущение такого опустошения. Он ушел, все стихло, все стоят и смотрят пустыми глазами. То есть каждый стал соображать, у нас не будет работы, дома не будет денег. И как-то быстренько, быстренько всю эту деятельность политическую мы отделили как от предприятия, как вот церковь от государства. Вот там все за оградой. Люди понимали, что выжить они могут только в том случае, если спасут свой завод. Ситуация, по сути, стала фронтовой. И действовать надо было как на фронте. Быстро, жестко и решительно. Если не работает централизованное управление отраслью, значит, эту функцию надо брать на себя. Создается совет главных конструкторов. Поткин становится его главой. Совет помог сохранить вот эти внутри корпоративные связи. Поддерживал в первую очередь критичные предприятия. Ну, те же артиллеристов. Без них танка не сделаешь. На всех заводах началось сокращение и в первую очередь сокращались инженеры, потому что они не производили штуки. В этот период никакого сокращения инженерных служб руководства завода, уралового завода не проводило. он не дал развалиться конструкторскому бюро. Он пытался дать людям перспективу, чтобы они не уходили. Конструкторы ведь вещь штучная. Заменить их крайне трудно. Поткин знал цену этому коллективу. Задача была сохранить конструкторов. Мозг КБ. А это можно сделать только в том случае, если работать на будущее. Новые станки немного, но покупаются. Вычислительная техника для проектирования. На нас показывали пальцами. Идиоты! Вы что делаете? Он тратил на это. Он говорит, иначе мы не выжим, мы не успеем за всем. Спасая людей, он спасал новую разработку завода. Танк Т-90. Поткин знал о больших возможностях этой боевой машины. Танк был принят на вооружение в 1991 году. Танк Т-90 так был удачно сконструирован, что он до сих пор обладает таким серьезным моделяционным потенциалом. Совершен и там все время. Все время появляется прицел новый туда, ходовая туда, значит, броневую защиту тоже туда. Все лучшее вошло в Т-90. Т-90 стал боевой машиной следующего поколения. Он значительно превосходил все предыдущие модели советских и зарубежных танков по огневой мощи подвижности и обладал отличной защищенностью. Среди потенциальных заказчиков его даже прозвали летающим танком. Она, когда вылетает с трамплина, она садится вся на все катки, то есть центровка идеальная. То есть она прыгнула и она продолжает движение без всяких проблем. Уральские танки всегда славились очень надежной ходовой частью. Этого удалось добиться благодаря постоянным ее усовершенствованиям. Но если для неискушенных зрителей эффектный прыжок Т-90 с трамплина лишь захватывающее зрелище, то для специалиста это оценка надежности машины. Я сам первый раз участвовал в таких жестких испытаниях, так скажем. Я был приятно удивлен, что такая ходовая и так она хорошо выдержит. На всех международных выставках летающий Т-90 непременно вызывал восхищение и зависть конкурента. Однажды кто-то из них постарался повторить трюк с прыжком на одном из своих танков. Я спрашиваю главного конструктора, а вы что-нибудь с ходовой делали? Он говорит, нет. Больше вопросов ему не стал зарегать. Он прыгнул первый раз с этого трамплина и механика-водителя увезли в госпиталь с повреждением позвоночника. Вот все. По мнению военных, танк получился замечательным и перспективным. В середине 90-х годов было построено около двух с половиной сотен Т-90. После этого деньги на закупку новых машин у государства закончились. В 90-е годы прошлого века ситуация складывалась так, что наша страна вообще могла полностью лишиться звания танковой державы. Это, конечно, случилось бы. Если бы не Демидовский принцип подхода к делу. Полагаться только на себя, на свои силы, на свои технологии, на свой опыт, ресурсы, кадры, людей. В общем, самим выкручиваться. Никто нам не поможет, особенно в оборонной промышленности. В те годы бытовало мнение что не до танков сейчас. Народ бы накормить. Но главный конструктор Уралвагонзавода стоял на своем. Стране нужен свой собственный танк. Поткин прекрасно понимал, что от загрузки мощностей завода зависят судьбы очень многих людей. ВЗ нужен был заказ. Он намечался с Индией. И здесь индусы побывали и сказали, ребята, приезжайте для включения контракта. Вот они втроем Маев Сергей Александрович это начальник главного бронетанкового управления Малых Николай Александрович директор завода и Владимир Иванович Поткин. Они в конце 98-го года поехали в Индию. Индусы отказались покупать серийный танк. Они ни в прямую не сказали, они просто перестали слушать наш. Значит, Поткин один раз объясняет, второй раз объясняет, ноль внимания. Он понимает, что индусам нужно что-то другое. они потребовали тепловизвод, тепловизионный прицел, надо было им, которого у нас еще в общем не было, потребующий рад мероприятий, которые надо было нам еще и разрабатывать. Переговоры срывались, но без контракта возвращаться нельзя. Для завода это смертный приговор. Что делать? Решение должен был принять главный конструктор. И тогда он принимает просто отчаянное решение. Давайте предложим тысячесильный двигатель, хотя он еще был никакой. Новые прицелы, смотровые и куча мероприятий. Он предлагает индусам модернизированный танк Т-90. Индус говорит, хорошо, такой танк нам нужен, через полгодика приезжайте, привозите три танка, мы посмотрим их испытания. Танк-то был хороший, вернее, показатели у танка были хорошие, танка не было. Все было в опытных работах. Решение Поткина было крайне рискованным, но другого выхода он просто не видел. То, что переносится с бумаги, в металл не работает никогда. То есть все надо доводить и надо думать, почему это не работает. На это время нужно, вообще-то говоря, годы. Ведь кто стал бы ответственным на случай провала испытания? Главный конструктор. Не министр там, не президент, никто. Главный конструктор. Это были жуткие полгода. Ну, представьте себе, выходят ответственнейшие детали на станке брак за пароли. Надо выкидывать, а у ней технологический цикл три месяца. А три месяца уже прошло, а осталось еще три месяца и все. То есть вот принятие это решение. А если поставишь, и она не выдержит испытания. На Поткина было страшно смотреть. Это весь город ждал этого контракта. Он был притчей во языцах. Весной 1999 года на заводском полигоне началась обкатка танков. С каждым днем напряжение росло. Все на заводе и в первую очередь главный конструктор были на пределе своих сил. Владимир Поткин чувствовал себя неважно. Ему же врачи говорили, что ему не надо лететь в Индию, потому что у него со здоровьем проблемы были. конечно главного конструктора было все время здесь. Он человек государственный оказался, понимаете, вот болел за наше отечество. 11 мая заводские испытания были завершены. Танки были готовы к отправке в Индию. И вот в момент подготовки к отгрузке и Поткин не донеся таблеток до рта упал с кресла и секретарь открыла и говорит я помню что же он был тут а его нет. Потом посидела посидела вошла и увидела его лежащего на полу но уже было поздно. 13 мая 1999 года Владимира Ивановича Поткина не стало. У главного конструктора танков не выдержало сердце. Индусы были настолько потрясены что они сказали давайте мы назовем танк Владимир именем главного конструктора. И вот в тот день когда самолеты с танками взяли курс на Индию УВЗ прощался с своим главным конструктором. вот не зря сказали что он погиб как-то солдат в бою. Его смерть можно сравнить с гибелью солдата закрывшего амбразуру вражеского дота защитившего своих товарищей. Поткину посмертно присвоили орден за заслуги перед отечеством третьей степени за разработку танка Т-90 и решили что это довольно. А вот его роль в спасении УВЗ как-то так никто не оценит. Не будет преувеличением сказать что Владимир Иванович Поткин отдал жизнь за свой завод и за город который стал ему родным. Именно так тагильчане восприняли его смерть. Только такой человек мог вот это все сохранить то есть сохранить танк сохранить производство на заводе и сохранить в целом танковую промышленность в России у нас. Это единственные сохранившиеся кадры на которых мы видим главного конструктора танков Уралвагонзавода Владимира Поткина. Когда общаешься с историками горнозаводского Урала то они всегда обращают внимание на особый характер местных рабочих. И он начал формироваться собственно говоря еще в демидовские времена. Для уральского рабочего завод это всегда свой завод. Все что делается для его пользы вызывает у мастеровых людей полное сочувствие и поддержку. И ни один уральский рабочий никогда не согласится считать завод чужим ему и своей семье. Он отлично помнит что деды и прадеды пришли в тайгу. Сами строили завод. И свою связь с заводом мастеровой считает нерушимой. Впереди были сложнейшие испытания танков в Индии. Все кому предстояло принять в этом участие понимали какая на них лежит ответственность за судьбу завода а значит и за судьбы своих родных и близких людей. Индусы постарались создать для испытаний самые экстремальные и тяжелые условия. В качестве полигона выбрали пустыню Тар. Самые жаркие месяца это май июнь и нам попал май жара под 50 Если взяться за броню то от брони на колено оставался здесь жук Тогда у нас с одним товарищем случился тепловой удар я первый раз видел что такое когда человека сключивает буквально недостаток воды вот это обезвоживание организма Каково было танкистам в раскаленном на солнце танке В таком пекле испытателям порой приходилось сидеть буквально в луже пота Вплоть до носков носки Ботинки снимаешь это значит все мокрое Теряли вес конечно много Я килограмм наверное 7-8 потерял Не меньше чем жара угнетала пыль Казалось что она была везде На марше танки едва были видны в клубах пыли песка там было практически почти под днище ну там двигался естественно значит забирались мы на высокий бархан барханы там высотой в пятиэтаж дом там не просто бархан там эти горы вот спускаешься и нужно вот так вот подняться у меня был случай такой что я не смог подняться на бархан индусы говорят ну как бы незачем требования к прохождению препятствий были максимально жесткими в случае сбоя незачет и повторное прохождение маршрута еще одна неудача и танк вообще снимался с испытаний а это уже повод отказаться от контракта у нас задняя передача у нее меньше передаточное число чем у первой я развернулся и задом мы выехали задом он преодолел вот этот бархан индусы сказали это ваша наука вот так скажем тоже приятно стреляли на большие дальности попадание стопроцентное было индусы военные однозначно сказали должен быть тепловизионный прицел он был разработан и поставлен для этого танка индусы нас попросили показать замену двигателя именно в пустыне в полевых условиях при помощи Брэма это тоже был тест так скажем тест на ремонтопригодность при палящем солнце в пыльной пустыне экипаж из двух человек поменял двигатель танка всего за 8 часов при наличии квалифицированного экипажа то есть знающего грамотного экипажа произвести ремонт изделия в полевых условиях возможно без проблем то есть нашим кувалдопригодные настолько надежные что им не надо там все все ремонтироваться в полевых условиях надежный простой автомат калашника я так понимаю конструктора когда закладывали эту машину этим и руководствовали чтобы она была ремонтно пригодна чтобы не нужны были никакие высококвалифицированные боксы какое-то оборудование какие-то настройка то есть все должно производиться силами экипажа индусы придумывали для танков все новые и новые испытания тагильские испытатели справились со всеми сложнейшими заданиями танки показали себя прекрасно индийские военные восхищались увиденным и оценили испытания на отлично но контракт с заводом индусы подписывать не спешили индусов не было претензий к танку Т-90 они его испытали в 99-м он им нравился не было сомнения в том что завод будет жить ведь танк покупается не игрушка на месяц танк покупается на жизненный цикл 25 лет и все 25 лет кто-то должен его модернизировать совершенствовать да просто обслуживать будет уравогонзавод через 25 лет или нет в 2000 году Владимир Путин тогда еще премьер-министр дал индусам личные гарантии что завод будет жить и дело сдвинулось с мертвой тачки почему здесь голосовали за Путина вовсе не потому что заводчан построили просто здесь отлично помнят что индийский контракт состоялся благодаря личному вмешательству Путина 15 февраля 2001 года был подписан контракт о поставке в Индию 310 танков Т-90С по сути этот контракт спас завод военный атташе при посольстве Индии в Москве бригадный генерал Синг заявил по эффективности этот танк можно назвать вторым после ядерного оружия фактором сдерживания с этого дня началось возрождение завода цеха заработали это же не только завод наш это же все поставщики предприятия которые были непосредственно поставщиками основных покупных изделий для выпуска танка Т-90С они тоже все по сути возвратили своих работников восстановили производство вслед за Индией танки приобрели Алжир Туркмения Азербайджан Уганда в начале 21 века Т-90С стал самым продаваемым основным боевым танком мира Уралвагонзавод заработал на полную мощность индийский контракт спас не только завод он спас всю танковую промышленность России И вся эта отрасль была восстановлена по сути опять чуть ли не с нуля и вот сейчас уже этот локомотив разгоняется настолько эффективно заработали конструкторские бюро настолько эффективно заработало производство что мы берем на себя более высокие обязательства по мнению историков в жизни Урала было несколько периодов индустриализации первая началась во времена правления Петра I когда в эти края по его воле пришли Демидовы вторая случилась в предвоенный период и в годы Великой Отечественной сегодня наступило время новой третьей индустриализации в этих испытаниях и проявлялся уральский характер это твердость духа это и готовность к действиям это и нестандартное если хотите сегодня модное слово креативное мышление которым кто-то где-то очень сильно гордится оно здесь было всегда Создание корпорации Уралвагонзавод стало одним из этапов третьей индустриализации в 2007 году все научные институты и предприятия имеющие отношение к созданию танков были образно говоря собраны под одной крышей цель была сохранение танкостроения в стране потому что если бы это не произошло я даже не знаю что бы было вообще на сегодняшний день поскольку Нижний Тагил это основа танкостроения и наверное центр даже мирового танкостроения сейчас создается уникальная ситуация когда государство дает возможности предприятиям оборонки сделать вот этот шаг на новый уровень причем с привлечением бюджетных средств создание корпорации вернуло к жизни сотни предприятий по всей стране я хотел бы надеяться что это начало начало перевооружения технического перевооружения на современной основе прежде всего в этом машиностроении которое потащит за собой и металлургию и тех смежников которые работают с такими предприятиями как Уралвагонзавод 360 предприятий разбросанных во всей Российской Федерации они естественно претерпят все изменения и здесь от того как они тоже будут развиваться зависит наша судьба например на заводе номер 9 в Екатеринбурге стала проводиться ускоренная модернизация и когда появились в цехах новейшие станки подтянулась на предприятие молодежь которая с компьютерами на ты мне приносят грубо говоря чертеж я могу сам написать программу на него сам отработать подобрать инструмент режима то есть грубо говоря из картинки сделать уже деталь сегодня это единственное в стране предприятие где конструируют танковые пушки но теперь завод номер 9 стал частью огромной корпорации уралвагонзавод а когда мы объединились мы стали единой командой и конечно иметь плечо настоящего друга это очень важно сегодня у нас одни задачи задачи корпорации которые собственно мы и решаем в 1920 году известный российский ученый металлург владимир грун гржемайло который много работал на нижне-тагильских заводах написал что оборонные заводы должны стать центрами исследований в них должен быть сосредоточен мозг всей железной промышленности тяжелая бронетанковая техника современная как любой инновационный продукт это мощный толчок к развитию не только танковой отрасли но и в целом машиностроительного комплекса оборонка это основа на мой взгляд основа потому что здесь имеется хороший конструкторский потенциал здесь разрабатываются внедряются современные технологии поэтому реально оборонка может стать локомотивой всей промышленности то что с оборонных предприятий уходило потом гражданское это то что поднимало общий уровень машиностроения это престиж нашей страны наша оборонка всегда была впереди молодежь гордится то что она работает на уралвагонзаводе огонь огонь для жителей нижнего тагила отдаленные звуки танковых выстрелов так же привычны как автомобильные гудки но если давно не слышны танковые пушки значит есть повод для беспокойства а начали стрелять стало быть завод работает все в порядке сегодня российские оборонщики наконец-то начинают чувствовать себя уважаемыми в обществе творческим классом российского общества профессии инженера конструктора технолога рабочего в общем мастерового человека наконец-то возвращает себе престиж в стране и это крайне важно и результатом работы оборонной промышленности будет не только стабильная и своевременная поставка войска всего того что необходимо нашей армии флоту но в целом результатом должна стать новая индустриализация России Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok